Здравствуйте, с вами психолог Наталья Кучеренко. Я бы хотела буквально пару минут уделить вашего внимания по теме, как мы получаем информацию, как мы ее перерабатываем. У меня очень много вопросов связано с тем, ну где найти информацию, вот где конкретно только про себя это читать. Уважаемые, обращайте внимание, что информации наплыв каждому году все больше и больше. Очень много информации в интернете, но она, ну процентов на 70 она пустая. Много, знаете, как пыли, много дыма. Поэтому, знаете, включайте интуицию, включайте свои внутренние резервы. Мы же все имеем какой-то свой опыт. Если вы что-то прочитали и это запало вам в душу, это та информация, которая вам нужна. Оставьте ее себе, отложите, попробуйте найти в других источниках, конкретно набирая то, что вам нужно. Ведь мы люди уникальны тем, что мы берем только то, что нужно нам здесь и сейчас. Мы уникальны тем, что мы едим только то, что нам нужно здесь и сейчас. Мы уникальны тем, что мы видим то, что нам нужно здесь и сейчас. Возможно, кто-то из вас сейчас видит меня как психолога, сидящего в каком-то там помещении. Возможно, кто-то меня не видит, а только слышит мой голос, потому что вы уникальны, вы неповторимы. Возможно, кто-то считает, что я бред несу, говоря на экран. Я говорю, это ваше право. Знаете, это мой бренд, я несу его достойно. Попробуйте вы поговорить на экран. Очень тяжело ввести и держать себя. Кто-то думает, что здесь все так легко и просто. На самом деле невероятный поток информации, он сбивает нас с целью. Поэтому ищите кусочки, ищите то, что вам нужно здесь, сейчас, точечно. И вы не сможете захватить все пространство информационное. Потому что каждый человек, даже прочитав одну и ту же книгу, даже прочитав одну и ту же фразу, он ее интерпретирует по-своему. Интерпретирует по своему опыту и интерпретирует по своим знаниям, которые дал ему его род. Два одинаковых психолога не могут дать точно такую же, хотя учились в одном заведении, не могут дать точно такую же информацию, консультируя другого человека. Мы настолько все индивидуальны. Мы всегда пропускаем информацию через себя, через свой опыт и через то, что нас научили наши родители и наши предки. Смотрите, очень интересные видеоролики есть, и про послания родителей. Я сейчас готовлю материал. Наши родители закладывают нам знания своего рода и знания своего потока, то, что они получили в свое время. Но поверьте, жизнь меняется. Если наши родители родились в 30-х, 40-х, 50-х годах, это довоенное и послевоенное время, это время нищеты, время голода, время разрухи и восстановления, то сейчас 2000-е, 2010-е, 2015-е годы – это совсем другой информационный поток. Если в 50-х годах не было даже телевизора, и люди кичились, радуются тем, что да, вот не было телевизора, мы все были на стройке, а что оставалось сделать? Тогда был период восстановления страны. Сейчас идет период совсем другой информационного потока, и, кстати, разрушающего, за счет того, что очень массивные потоки информации, самые разные. Вы раньше была какая-то даже цензура информационная, сейчас этого нет. Сейчас кто хочет, тот то и пишет. А ваша задача – вычитать, отследить и получить только то, что нужно вам здесь и сейчас. Поэтому не судите строго меня, не судите строго других психологов, не говорите тот хороший, а тот плохой, не спешите давать оценку и анализ, вы просто-напросто пропускаете эту информацию через свой фильтр, и ничего более. Это просто мой опыт, который я даю вам. Это опыт моего рода, который я даю вам. Если вы посмотрите там другого психолога, у нее свой опыт. Еще один момент. Обязательно отслеживайте информацию, которая дана в ментальности украинской и в ментальности другой страны. Потому что американская ментальность не принимает наших многих принципов. Допустим, там в Америке, Европе, там же нет психологов. Там есть психотерапевты, есть психиатры. И там не принято прийти, позвонить подружке и сказать, ты знаешь, мне плохо, я сейчас к тебе зайду, что ты мне посоветуешь. Это не принято в очень многих странах мира. А у нас, в нашей украинской, наоборот, как это так, подружке не приду и не расскажу про свою беду, навешиваю, кстати, на нее часть своих проблем. Поэтому учитесь получать информацию и просто учитесь ее перерабатывать. И знайте, Америка прекрасная страна. Там, в Америке. Россия прекрасная страна. Там, в России. Мы, Украина, уникальная страна. Здесь, на Украине. Вы знаете, как есть еще такая поговорка, вот сейчас она мне пришла в голову, со своим уставом не лезьте в чужой огород. И не осудите. Потому что помним, да, кто судит, тот и судим будет. Вот, получайте информацию, перерабатывайте, откладывайте. Попробуйте эту информацию освежить через какое-то время, а лучше через 3-4 месяца, через полгода. Вы увидите, что она, возможно, вам очень полезна, а, возможно, вообще не нужна. Вот, поэтому просто отсорбируйте весь поток. Иначе вы просто-напросто запутаетесь в самых простых вещах. Учитесь думать. И учитесь принимать мир таким, какой есть. Любви вам и всего хорошего.